Бывшего президента, почетного председателя партии социалистов Игоря Дадона подозревают в превышении должностных полномочий по делу Энергокома. В этом статусе политик дал первые показания в Генпрокуратуре. По мнению следствия, будучи министром экономики, Дадон в мае 2008 года незаконно подписал заключение, на основании которого был оформлен контракт на закупку электроэнергии. В Генпрокуратуре обращают внимание, что это было сделано после того, как Энергоком ранее уже заключил два аналогичных соглашения по цене на 29% дешевле. В результате, утверждает следствие, государству был нанесен ущерб на сумму около 124 миллионов леев, которые впоследствии были переведены на счета офшорных компаний. Генпрокуратура также заявляет, что в результате этих действий были нарушены права потребителей, поскольку выросли тарифы на электроэнергию. Игорь Дадон обвинения отвергает, а дело называет сугубо политическим. Я помню, что в начале апреля было ликвидировано Министерство энергетики, и полномочия перешли к Министерству экономики. Мне было поручено поехать в Киев, где я встретился с министром энергетики Украины Проданом. Я сообщил, что мы хотим закупать более дешевую электроэнергию. В результате приобрели ее по цене намного ниже рыночной. Игорь Дадон считает, что Генпрокуратура вернула это дело в поле зрения общественности по заказу молдавских властей, чтобы отвлечь внимание от текущих проблем. Об этом можно было бы поговорить и после Нового года. И в январе. Никто никуда не сбегает. Захотели именно сегодня, за два дня до Нового года. Чтобы людям было что обсуждать. Они пытаются избежать недовольства в обществе из-за роста цен. Ребята, успокойтесь. 14 лет прошло, а вы ищете неизвестно что. Возьмитесь за работу. К Генпрокуратуре пришли десятки сторонников социалистов. В том числе депутат ПСРМ Василий Боля. Вы знаете, я думаю, что прокурорам в конце 2021 года нечем заняться. Видимо, Майя Григорьевна Сандо, у которой рейтинг спускается все ниже и ниже, видимо посчитала, что пригласив господина Дадона в прокуратуру, у нее что-то изменится. И они себя защищая, хотят закрыть людям глаза, чтобы люди не думали о своих социальных проблемах. Они делают вот такие громкие вспышки, якобы там вызывают Игоря Николаевича Дадона в прокуратуру. Вот сфабриковали дело Стояногла. Реально, кто украл миллиарды, их надо судить. Они правильные люди. Узнать позицию Генпрокуратуры по поводу обвинения членов ПСРМ не удалось. Представитель по связям с общественностью Мариана Керпек заявила, что не комментирует политические заявления и подчеркнула, что учреждение выполняет работу в соответствии с законодательством. Пресс-секретарь администрации президента Сарина Штефырце подчеркнула, что Майя Сандо не комментирует выдвинутые обвинения. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Аурика Жордан написала нам в сообщении, что политформирование не дает указаний правосудию и настаивает на справедливом и прозрачном процессе. По итогам которого виновные в мошенничестве будут привлечены к ответственности.